Сегодня сотовые телефоны и интернет доступны каждому. Но несмотря на огромный шаг, который сделала наука в развитии радиосвязи, интерес к этому направлению технической деятельности не исчезает и продолжает развиваться. С подробностями мои коллеги. Славянское отделение Союза радиолюбителей России и отделение технического творчества Центра дополнительного образования провели образовательный форум «Радио детям». Участников форума поприветствовали начальника отдела воспитательной работы Управления образования Людмила Харченко, а также депутат Совета Славянского района Николай Безуглы, который и является идейным вдохновителем таких мероприятий, где дети смогут познакомиться с любительской радиосвязью, заинтересоваться этим и узнать много нового и интересного. Любительское радио давно вызывает интерес у подрастающего поколения. Еще в 1895 году, в далеком 1895 году, Александр Степанович Попов впервые я открыл такое явление, как передача информации без проводов. И сегодня у нас по жизни это называется радио. Площадкой для проведения радиолюбительского форума был выбран Северный парк. Здесь было подготовлено несколько станций, где ребята могли познакомиться с историей радио, ответить на вопросы викторины и, конечно же, попробовать свои силы в передаче и приеме радиосигнала. На форуме ребята могли познакомиться с современным оборудованием, которое сегодня используется для радиосвязи, а опытные славянские радиолюбители с удовольствием делились с ними своими богатыми знаниями. Эта установка позволяет проводить радиосвязи через любительский спутник, где стационарный, Катар Оскар-100, он еще называется СХЛ-2. Мы принимаем сигнал, облучатель принимает сигнал, передает на приемную головку, передается на приемный конвертер и с него уже на компьютер для обработки сигнала с помощью специальной программы. На форуме были представлены и раритетные образцы радиостанций. Ребята, увлекающиеся радио и занимающиеся в славянском отделении технического творчества, рассказывали своим сверстникам обо всем, чему научились, и демонстрировали свои навыки на практике. Здесь находится очень много экспонатов, которые использовались во время Великой Отечественной войны. Например, данная полевая радиостанция. Также есть полевые телефоны. Они могут использоваться как по отдельности, допустим, при помощи полевого провода, подключенные, так и совместно для беспроводной передачи информации. Данные радиостанции до сих пор работают, а также они являются частью нашего радиомузея, от нашего отделения технического творчества. Задача людей на данной точке как раз-таки зашифровать, получается, букву в слово и обратно расшифровать уже на другой точке, которая располагается вон в той стороне. В общей сложности образовательный форум радиодетям посетили около ста ребят. И хочется надеяться, что многие из них продолжат свое знакомство с удивительным миром. Радиосвязи уже более углублено. В отделении технического творчества им с удовольствием раскроют все секреты радиолюбителей и научат не только выходить в эфир и принимать сигнал, но и самостоятельно собирать радиостанции. Отделение технического творчества находится по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Краснодарская, 258А. Приходите, здесь всегда рады ребятам, которые хотят узнать что-то новое и получить навыки, которые могут пригодиться в жизни. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».